Владимир Путин назначил дату парада в честь юбилея Победы 24 июня. Именно в этот день, 75 лет назад, по Красной площади маршировали те, кто разгромил фашистов. В столице Чувашии из-за эпитообстановки торжественный смотр военной техники решили не проводить, но у каждого, кто ковал Победу на фронте или в тылу, у нас помнят. Наша съемочная группа встретилась с тружеником тыла, ветераном труда Клавдией Кузьминой, которая, несмотря на солидный возраст, продолжает вести активный образ жизни. Это вот фокси. Цвет тут очень красивый. Труженик тыла Клавдия Кузьмина через год разменяет девятый десяток. Но даже тогда, уверяет активист-общественник, не забросит полисадник возле дома. Цветы Клавдия в Ксении темно любит с малых лет. Чем больше и ярче будет он, тем радостнее на душе. В детстве так хотелось ярких красок, рассказывает ветеран труда, а тут война. Десятилетняя девчонка, она с позаранку уходила в поле, работала для фронта наравне со взрослыми. Вручную жалой, молотила пшеницу и рожь. И не дай бог в поле оставить хотя бы один колосок. Да, приходили у нас агитбригады, комсомолы, они квадратный метр, метровый квадратный метр ложат. И эти, у кого колоси найдут, больше пяти, тогда уже они висели в правлении колхоза, боевой листок, что ли, как это называется. Семь газеты. Семь газеты, они уж там висели. Ну, народ хорошо работал, старались, чтобы этого не было. Клавдия Кузьмина рассказывает, война лишила их поколения детства и заставила рано повзрослеть. Девиз «все для фронта, все для победы» стал ее личным на всю жизнь. Желание всегда быть передовиком и оставаться на передовой с удвоенной силой проявилось в мирное время. Клавдия Кузьмина закончила сельхозучилище в Батырево, работала в колхозе «Пахарь» в родной деревне в Яльчикском районе. В 50-х переехала в Чебоксаро и устроилась в дом колхозника библиотекарем. После работала на хлебзаводе. Где бы ни трудилась, везде они отзывались, как о хорошем общественнике. И в столь почтенном возрасте не сидит без дела. Активно участвует в жизни столицы. Состоит в Совете ветеранов Ленинского района и занимается патриотическим воспитанием молодежи. В знак благодарности за труд, грамоты, ордена и медали. Их у нее много. Клавдия Авсентьевна шутит. Стен в доме не хватит, чтобы вывесить все. Вечерами, когда активность спадает, труженик тыла любит листать в альбом с фотографиями. Это родной дом в Новом Тазиряково, это мама с папой, а это уже с мужем, военным медиком Петром Ефимовым. В мире и согласии они прожили 30 лет. Людей на снимках уже давно нет рядом, но Клавдия Кузьмина помнит каждого. Тех, кто дорог сердцу, забыть нельзя. Евгения Зиновьева, Алексей Енейкин, Семен Антонов, Вести Чебоксары.